Музыка Обращу внимание на ключевые вещи. Прежде всего, как уже было сказано, сельское хозяйство у нас находится под сильным воздействием новых технологий. И это смысл даже на уровне государства, как вы знаете, принято в июле программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая должна учесть те ключевые технологии, которые наступают. Средством труда является и средством получения прибыли и сверхприбыли, прежде всего механизация производства. И сейчас мы с вами примерно 60-70 годов, которые позволяют решать три ключевые задачи. Во-первых, это обеспечить население продовольствием. Во-вторых, это обеспечивает нормальные условия для работы сверхоставопроизводителям, чтобы они испытывали меньше дискомфорта. И третье, это наращивать валютную выручку за счет создания специфических условий работы сверхоставопроизводителей. То, что называется сейчас агроэкспорт. И эти все три направления накладываются на то, что происходит в целом с глобальными трендами. То есть, во-первых, это резкий рост населения во всем мире, для нас это открывает новые возможности с точки зрения агроэкспорта. И, соответственно, накладывает необходимости интенсификации сельского хозяйства. Оно, как известно, может достигаться за счет именно того, что мы внедряем новые способы технологии, новые производственные отношения в работу. И, поскольку сейчас уже все основные способы оптимизации исчерпаны, все остается у нас, все возможности только за счет цифровых технологий. Можно, конечно, еще и экстенсивным путем пойти, да, у нас, если вот подойдете там к аналитическому центру, к аналитическому центру сельхоза России, вы увидите, что у нас там порядка 15% башни, оно недоиспользуется. Ну, видимо, я думаю, все скорее не используется то, что уже экономически, вряд ли, обоснованно использовать. Потому что, если мы поедем на юг, там в 0%, да, то есть попробуй найти там пустую землю. Там, наоборот, другая ситуация, что земли не хватает. Особенно подсолнечник, который у нас самый высокомаржинальный. Предлагаю пойти дальше, посмотреть. Ну, и вот для понимания того, что вообще происходит, нужно немножко обратиться к классикам марксизма. Как вы помните, есть понятие такое ключевое, средство производства, труда. Да, если мы берем там эпоху феодального общества, доиндустриальную эпоху, да, то это в основном ручной труд. Человек, мотыга, виллы, сколько у тебя хлопал, сколько у тебя, значит, урожая. Значит, потом изобрели у нас паровой двигатель и пошло-поехало. До эпохи двигателя внутреннего сгорания, соответственно, это механизация. Основные перспективы в отрасли это информационные решения для сельского хозяйства, роботы, биотехнологии, это вывод новых семян, новых растений. Механизация производства. И сейчас мы с вами примерно в 60-70-х годах погружаемся уже в цифровую эпоху, да, то есть Виннер разобрел кибернетику, потом появились в Пентагоне компьютеры. Мы здесь тоже с вами только предложили к созданию своего этого дела. То есть мы живем в цифровой эпоху, и здесь средством труда и средством получения свет-прубыли является код. Это цифровой код, соответственно, если аграрий или любой другой участник аграрных отношений приобретает власть над кодом, над данными, да, над возможностью бизнес-аналитики, соответственно, он приобретает соответствующую власть на определенном конкретном рынке, там, мясном или молочном, или там, смежных отраслях, связанных с инфраструктурным обеспечением сельского хозяйства. Поэтому, когда мы говорим о цифровизации, по сути, мы говорим о переделе средств труда и о переделе вообще системы управления сельским хозяйством и того, кто будет завтра лидером. По сути дела, аграрий, который сейчас... Он будет просто поглощен, будет съеден теми аграриями, которые перейдут на новые технологии, будут получать более точные данные, у которых компетенция будет не в поле, а в офисе. То есть сейчас не нужно иметь много агрономов, достаточно поставить датчики сенсора, да, вложиться, конечно, но зато иметь точные сведения по тому, где каждый росток куда воткнут, куда нужно просто вносить удобрения, распылять средства защиты растений. То есть опыт показывает, что при неправильной организации, допустим, распыления средств защиты растений, химзащиты, да, до 90% стоимости потраченных средств, они просто уходят в землю. Более того, еще и экологию нарушают, да, то есть он ухудшается почвенно по дороге. Соответственно, почва – это же живой организм, соответственно, в нем этот весь баланс нарушается. То есть опять минус, двойной даже. Поэтому четкая раскладка технологического процесса растеневодства и животноводства на определенной этапе их постоянная автоматизация, цифровизация – это существенный прирост в деньгах для агрария. И более того, это вопрос его выживания. Ну, это понимают наши высшие руководства, поэтому она запустила, как я уже сказал, программу цифровой экономики. Здесь показан основной KPI этих вещей. Ну, в принципе, могу любому сбросить потом презентацию, посмотреть подробнее. Ну, здесь стратегические ориентиры. Что делает министерство, ну, как центр компетенции? Ну, прежде всего, мы сейчас интегрируем все информационные системы в одно ядро. У нас вот на начало 2010-го было порядка 50 информационных систем в министерпозе, абсолютно разрозненных, разноплановых, на разных платформах созданных. Сейчас мы их ужалили где-то до 7 систем и потихонечку сейчас приводим их вообще в один единый боевой механизм. И, собственно, поддержка этого боевой механизма. Есть достаточно сильный дозрюк в России, в частности, в мире. Как феврецо зарегистрировано в июле этого года. У нас есть 300 стартантов, которые конкурируют с ними за эффективность, прежде всего. Потом блок экспертной аналитики и блок агроэкспорт. То есть люди, точно занимающиеся поддержкой экспортеров наших российских зарубежных и поиском, соответственно, зарубежных импортеров. Вот здесь основная система представлена. В целом, эта система, если говорить о ней как о едином целом, собирает порядка 13 тысяч показателей. Это сумасшедший объем данных, который генерируется министерством. И вот, кстати, к замечанию Бориса, что я все знаю. К сожалению, не все знаю. Почему? Потому что у нас, с точки зрения управления цифровыми данными, есть большая, скажем так, федеральная проблема. То, что разные источники информации, разные методики. Как, например, по земле. У нас как минимум три источника. Данные, которые собирают ТОС-реест, да, как главный земельный орган. Данные Росстата, которые вам, как всегда, с переписи, да, и оперативного мониторинга. И данные, которые региональные министерства собирают. И все они не бьются между собой. То же самое по всем другим, ну, по большинству групп показателей. Например, по данным Росстата у нас в Дальневосточном федеральном окне... Замечание по личности, что я все знаю, но, к сожалению, не все знаю. Почему? Потому что у нас, с точки зрения управления цифровыми данными, разница в четыре раза. То есть, где правда, сложно понять. Поэтому, как раз со следующего года, я думаю, мы запустим, если удастся там все согласование пройти с Минфинами. Это личный кабинет сельхозпроизводителя, да, в котором мы сможем уже напрямую создать сервисы для сбора данных, с одной стороны, от сельхозпроизводителей, а с другой стороны, давать им в обратку качественную аналитику. Причем на бесплатной основе. Ну, есть здесь вот принцип, который в рамках этого правительства наши высшие руководители многократно уже говорили. Да, все, что собирается за счет налогоплательщиков, должно им назад возвращаться бесплатно. Вот. Правда, тут есть тоже большая проблема в отсутствии полномочий. Вот опять с проблемами, да, потому что Минсельхоз собирает данные только под тем предприятиям и фермерам, которые получают субсидии. Если посмотреть на статистику, кто-нибудь может сказать, сколько у нас фермеров и сельхозорганизаций? Кто знает? Поднимите руку. Никто не знает. Ну, в общем, если верить в его статус, у нас 36 тысяч сельхозорганизаций, это с кооперативами, с микропреприятиями, и 176 тысяч фермеров, плюс ИП-шники. И порядка... Видите, не вмешайся. Это микрофон. И порядка 18 миллионов личных подсобных хозяйств. Из них 15 миллионов – это сельские личные подсобные хозяйства. Вот цифры обозначил. 36 тысяч, 180 тысяч фермеров и 15 миллионов. Из них только 1% у нас заявляется на получение субсидий из фермеров. То есть это порядка 1200 человек. То есть 1% всего лишь данных мы понимаем, что происходит по фермерам. И порядка 40% сельхозорганизаций – основные потребители государственных денег, которые выделяются в рамках субсидирования. На остальных у нас нет полномочий требовать данных. Потому что как бы снижение административных барьеров и все остальное. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о результатах аналитических служб Минсельхоза, по сути, вероятность… Сегодня три эксперта, вот они здесь представлены. Это Олег Моторин аналитический центр. Полномочия на сбору этих данных. Ну, в рамках личного кабинета сельхозпроизводителя мы надеемся эту ситуацию переломить, чтобы это не было насилием над хозяйствами, чтобы опять очередные формы собирать. Нам надо в поле, у нас там и ваган, там гибнет урожай, все остальное. Чтобы это было на добровольной основе, но они качество данных, предоставляемых имя, обуславливаются здесь качеством аналитики, которую мы им в обратку предоставляем бесплатно. С точки зрения, а, прежде всего, рынка взбыта – это самое популярное направление запроса Минсельхоза. Куда нам продать урожай? Не знаем. Везде перекупы. Сделайте что-нибудь. Первое – это дать им информацию по рынкам взбыта. Второе направление – какие технологии нам использовать, чтобы снизить себестоимость. Тоже самый популярный вопрос. Мы сейчас формируем реестр программного обеспечения российских производителей. Соответственно, мы его тоже бесплатно публикуем. Значит, по порадованию вот это, по одному кадру вот этот консультант, или там вузы, институт. Обращайтесь, звоните, договаривайтесь. То есть, чтобы по каждому этапу технологического процесса производства у фермеров, у сельхозорганизаций, ну, сельхозорганизации им проще, они большие, богатые, был свой консультант, человек, который подскажет, да, вот, что в той или иной ситуации делать, чтобы как снизить себестоимость, какую технологию внедрить. Вот. И третье направление – ну, это широкие госуслуги, если им там нужна выписка плодовой для почв, чтобы они ее могли там заказать. Вот основные вещи и наше видение, как мы двигаемся. Во-первых, это упорядочение источников данных. Ну, здесь мы, надо сказать, что, в принципе, все, без исключения, федеральные органы исполнительной власти, и РОС-реестр, и ФНС, и МЧС, и все остальные, они идут на контакт с разной степенью интенсивности в плане унификации данных. С Росстатом у нас будет, кстати, здесь, тоже посмотрите, в программе «Итоги всероссийской светлоспереписи». Совместное, как бы, обсуждение, да, приглашаем сюда принять участие, можно будет ваши вопросы тоже задать. То есть, ситуация движется, но, конечно, много таких законодательных проблем, прежде всего, с данными. Вот в этом направлении скажу, что мы готовим законопроект о плодородии почв. Он, правда, будет меняться на другое название, о котором давно землостроители Минсельхоз уже больше 10 лет просили, о рациональной организации использования и охраны земель. Посмотрим, как он пройдет в Минэкономразвитии, в Минюстику, что у них всегда вопросы к названиям и к нормам. Но будем надеяться, что все получится, и там мы предусмотрим те механизмы, которые позволят вернуть в общество максимально обогащенные данные, которые позволяют принимать правильные решения, использовать новые технологии. Спасибо. Я имею в виду к вам. Да, а эти в компании никогда не были. Вы живете, или это не из проблем, или у вас все замечательно и вы, как за промокой телефон. Но еще предоставлять цифровые сервисы с помощью этих данных это вселяет надежду. Единственное, что, поэтому хотелось бы задать один вопрос. Привлекаете ли вы бизнес-компании, которые вам в этом должны помогать, или вы пытаетесь сами эти сервисы привлекать? И второй вопрос. Что же связано с основной проблемой с отсутствием, выверенных данных, хорошей аналитики? Насколько вы взаимодействуете с другими ведомствами? Ну, в первую очередь, например, с Федеральной налоговой службой, у которой уникальные есть данные по продажам всего и вся, и которые можно... Более того, они сейчас начали систему, вы знаете, запустили систему прослеживающей шуб, которая здесь есть, а они хотят прослеживать вообще все товары. И у них есть для этого административный и финансовый ресурс. Насколько вы... То есть вот два вопроса. Насколько вы взаимодействуете с бизнесом по цифровизации, и насколько вы взаимодействуете с вашими коллегами из правительства? Также как мы взаимодействуем, и мы активно интересуются компании, которые играют, так называемые IT-благаторы. Ну, по карту, смотрите, у нас поставлена задача Александра Николаевича, где-то вот к концу года, начало следующего года, создать каждую сетку всех сил оборотов. То есть вот этот опыт мы заимствуем. Но прежде чем мы будем от них данные получать, мы должны с ними выработать, соответственно, какую-то договорную основу, юридическую. Поэтому мы сейчас находимся в процессе согласования с ним, соглашения. Оно у нас есть устаревшее, правда. Этот процесс не быстрый, потому что там много пунктов, много данных. Но мы находимся в движении, да, с ФНС. Они, в принципе, идут навстречу, и там очень сильная, хорошая команда, мы с ними взаимодействуем. Они даже говорят, что они отдают. То есть я не знал, что есть проблемы. Я не мешусь, но обязательно скажу на эту тему, что на эту проблему все-таки есть. Да, наверное, они отдают, но не как сервис, а в плане запроса, это да. Вот мы, я же говорю речь о интеграции сервисов. То есть когда они получают от нас необходимые сведения, например, о земельных участках, контрах, полей, да, потому что им важно тоже понимать, обманывают их фермера или нет, с точки зрения уважаемых, соответственно, облагаемая база. Вот, ну это, не говорю, такой вот запрос отправили, запрос, ответ получили. И по поводу бизнеса? По поводу бизнеса в двух плоскостях отвечу. Во-первых, если речь идет о закупках для государственных нужд, то здесь у нас закон 44. Объявляется конкурс на потребность, направляются, соответственно, предложения, вскрывается конверт и принимается решение. То есть по соответствию техническому заданию и всего остального. Если же речь идет в целом о продвижении, как бы, технологий бизнеса, то здесь где-то стабильно раз в два месяца мы проводим открытое совещание на всю страну. Вот в рамках аналитического центра у нас имеется возможность подключить 120 каналов связи во всех региональных местных хозах, да, первые у нас были пионерами стартапы Испехова и там Диоскан и все прочие товарищи. Соответственно, вот они имели возможность предоставить, рассказать их в свою услугу, бесплатный канал маркетинговый на 1200 лет. То есть около 1200 человек приняло участие, не только чиновники, да, но это и фермеры, начальники районов, которые взаимодействуют с товаропроизводителями. Данные бизнесу даете? Яндексу даете свои данные, чтобы они могли карты делать там, допустим, где, что сеется у нас? Ну, по картам, смотрите, у нас поставлена задача Александра Николаевича где-то вот к концу года, начало следующего года создать карту, сетку всех севооборотов, потому что таких формоотчетностей, в принципе, у нас нет именно на всех севооборотах, я уже говорил, да, только один процент фермеров нам дает данные и 30 процентов, поэтому мы имеем такую оконечную мозаику данных. Когда мы эти севообороты соберем, я думаю, будут соответствующие сервисы, прежде всего в режиме открытых данных, да, поскольку у нас есть концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, да, это вот Министерство Абызова, то есть в иную вот векторе движения Абызова действуем, и, соответственно, в рамках сервиса эти данные будут предоставляться, да, потому что мы сами в этом заинтересованы. Я уже говорил, задача Министерства обеспечить мультипликативный эффект от внедрения новых технологий и снижения массовой себестоимости. И для этого нужно выдать максимально открытый набор данных разработчикам, созданным компаниям, чтобы они со своими маркетингами бюджетами на основе данных, которые государство собирает, шли в поля, да, рекламировали свои услуги, продавали, да, зарабатывали на этом и, с другой стороны, помогали сельхозпроизводителям реально снижать себестоимость. То есть здесь, я думаю, сельхозпроизводитель не дурак, он проголосует рублем за правильное решение. Редактор субтитров А.Семкин